Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта Читай быстро, в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстро и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи. Из интересной книги сегодня у нас в гостях Морган Джонс, бывший аналитик ЦРУ с книгой «Решение проблем по методикам спецслужб. 14 мощных инструментов». Книга, которая в моем субъективном рейтинге сразу же попадает на полку с названием «Противоречивые, но не бесполезные» в раздел «Очень противоречивые и, наверное, не бесполезные». Во-первых, формулировка по методикам спецслужб это, по моему личному убеждению, не больше, чем маркетинговый ход. Если в названии присутствует такая формулировка, это уже скорее всего плюс какой-то процент к продажам. Почему? Потому что мы с вами обычные обыватели, а они спецслужбы. Они наверняка обладают какими-то тайными знаниями, навыками и сакральными умениями. И эти самые навыки знания и умения делают их неуязвимыми и крутыми, как в фильмах про Джеймса Бонда. И поэтому книга, например, «Солим огурцы по методикам спецслужб», она, возможно, будет продаваться лучше, чем книга «Солим огурцы просто вкусно». Во-вторых, сам Джонс. Ну и еще немножко структура книги. Значит, про дядечку Моргана Джонса известно чуть меньше, чем ничего. Во всех публичных источниках написано только, что он бывший аналитик ЦРУ. И все. Так ли это на самом деле? Что еще, кроме того, что он бывший аналитик ЦРУ? Бог его знает. А книга сама по себе еще и сложная для обзора именно в формате краткого содержания, потому что добрую ее половину занимают практические задачи, заполнение табличек и разбор ситуаций, иллюстрирующих как раз его немногочисленные тезисы. В этом смысле Джонс – это классический пример американского нонфикшена, когда один и тот же тезис будет разжевываться 28 раз с разных сторон, и вся и так небольшая книга будет посвящена тому, чтобы, в общем-то, рассмотреть этот самый один тезис. Пересказывать задачи, сами понимаете, идея так себе. Вот получается, что для краткого содержания там не так, чтобы очень много фактажа, и непонятно, что с этим всем делать. Ну и третье. Эта книга попалась мне в руки уже после Млодиновской эластичности «Гибкое мышление в эпоху перемен», которая, как мне кажется, на две головы круче, чем методика спецслужб. И ссылка на описание и на краткое содержание книги «Эластичности» Леонарда Млодинова будет чуть ниже, прямо под этим видео. И если уж вы пойдете ее искать и на нее нажимать, то по дороге, пожалуйста, подпишитесь на канал, это очень важно. Можете даже нажать на колокольчик, можете заранее авансом поставить палец вверх или вниз, если знаете, что будет или очень круто, или будет опять какая-то ерунда, а я буду пить вино. Ну и комментарии, конечно, тоже напишите по поводу того, что вы думаете о словосочетании методики спецслужб. Ну и если вы читали эту книгу, то будет очень интересно ваше мнение по поводу того, действительно ли помогают эти 14 мощных инструментов или вовсе нет. Вся книга в нескольких предложениях. Современный человек, он, во-первых, образован гораздо больше, чем его сородич еще 100, 200, 300 лет назад. Он понимает принципы работы мозга, однако не каждый из нас умеет проводить тот самый структурированный анализ, которому и посвящена эта книга. Этому навыку не обучают в школах и вузах, в общем-то. И Морган Джонс на основе опыта работы как раз аналитиком в ЦРУ сформировал принципы анализа для проблем любого типа. И их можно применить в повседневной жизни, в профессиональной деятельности и так далее. Ну, в общем, если вы видели эту книгу, суть структурированного анализа, если уж очень совсем просто, заключается в том, что вы декомпозируете, разбиваете, препарируете, как угодно хотите, любую проблему. На составляющие части с помощью таблиц. Вы выбираете какие там показатели ситуации или проблемы, присваиваете баллы, коэффициенты и выводите итоговое решение по сумме вот этих баллов и коэффициентов, которые позволяют вам выбрать из предложенных вариантов один из самых лучших. Там огромное количество кейсов про рестораны, про выбор автомобилей, про личное качество сотрудников и то, как их, в общем, выявить лидера среди сотрудников. Но суть сводится к одному. Заполните табличку. Про таблички будем говорить в обзоре мало, больше будем говорить про общие принципы, которые лежат как раз в основе вот этого самого заполнения. Поехали. Первый факт – противоречие в работе разума. Значит, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вы, как правило, оказываетесь неспособными принимать рациональное решение. Об этом во много какой литературе пишется. Потому что проблема – это состояние эмоциональное. Вас выбивает из вашего привычного круга вещей, тех действий, которые вы осуществляете. И поэтому в первую очередь включаются эмоции. И распространенный способ справляться с трудностями, с проблемами из-за эмоций – это как раз метод проб и ошибок, метод набивания шишек и метод получения опыта. Структурированный анализ противоречит логике мышления и говорит о том, что большинство ошибок совершаются из-за эмоций, упрощенного восприятия, шаблонного мышления, ложных предположений и устойчивых убеждений. В общем, все то, что затуманивает нас в момент принятия решения по какой-то проблеме и заставляет из рационального способа принятия этой проблемы и решения этой проблемы перейти в эмоциональный. Первое, что вам должно помочь – это правильная формулировка проблемы. Значит, Джонс утверждает, что проблемы решаются неправильно из-за неверной формулировки. Любой человек, который бы не столкнулся с какой-то жизненной ситуацией, именуемой проблемой, во-первых, он будет решать ее субъективно, во-вторых, он всегда считает, что его ситуация уникальна. Такого нигде никогда не было, именно только с ним произошла такая ситуация. Ну и да, и нет. Возможно, что тот уникальный набор каких-то там микрособытий, он действительно присущ только вам, но в целом, я думаю, что с той или иной проблемой сталкивались и до вас, и будут сталкиваться и после вас. Чтобы обнаружить какие-то личные предубеждения, которые вам мешают объективно заглянуть на ситуацию, вам нужно смотреть на эту проблему широко. То есть постараться найти как можно больше определений проблемы, то, почему вы попали в эту ситуацию и какие существуют способы выхода из нее с помощью мозгового штурма. Мозговой штурм это история, которая может проводиться в одно лицо, может проводиться коллективом каким-то, но ее смысл в том, что вы набрасываете любые идеи, которые приходят к вам в голову, обязательно их записываете, структурируете, а потом на основании их выбираете те идеи, которые жизнеспособны, и убираете те идеи, которые сейчас не могут быть реализованы. За и против. Третий факт из книги. Вам важно знать, что чаще всего критическая оценка ситуации, она мешает вам объективно посмотреть на положительные аспекты. И поэтому Морган предлагает использовать прием плюсов и минусов, в том числе и в той же таблице. Вам необходимо в каком-либо виде записать все варианты за и против, и по каждому варианту против предложить вариант исправления ситуации. То есть если вы открываете новое направление в бизнесе, или хотите купить какое-то новое оборудование, или внедряете какую-то историю, у вас наверняка будет что-то хорошее в результате этого внедрения, будет что-то плохое. Варианты за это хорошие, варианты против это не очень. И по каждому нехорошему варианту вы предлагаете, как вы будете исправлять ситуацию. И в конечном итоге вы принимаете решение, которое позволяет вам устранять максимальное количество отрицательных фактов, но при этом остаются все варианты за. Это сложно, потому что одним из основных методов, вернее два основных метода работы с большими массивами информации, это сортировка и составление хронологии событий. Мы, как правило, к этому не привыкли, потому что, ну вот в этом и как раз проявляется та самая методика спецслужб, мы не работаем с большими объемами информации. Наше потребление информации, как правило, заканчивается на чтении новостной ленты, статьи в каких-то изданиях, возможно лонгриды или книги. Это небольшие объемы информации. И для того, чтобы потреблять какой-то следующий источник, мы освобождаем место в оперативной памяти, очищаем то, что мы там прочитали только что в ленте у друзей, переходим к новостям. Джон говорит, что вам нужно сортировать информацию и составлять хронологию событий для того, чтобы в больших массивах у вас не потерялось ничего важного. Ну, грубо говоря, это то есть, когда вы читаете книгу, вы записываете мысли в букнот или в любой другой блокнот для осознанного чтения, который у вас есть. Вот это и есть сортировка этой информации. А потом составляете хронологию событий. Например, когда вы из фактажа книги формируете себе задачи какие-то, которые вы будете решать. И вы составляете, в какой, во-первых, выбираете те задачи, которые для вас являются основными. Это там не 10 фактов, а всего-навсего 3 задачи. А во-вторых, выбираете хронологию, как именно вы будете это внедрять. И это есть два основных метода работы с информацией у спецслужб, которые позволяют им обрабатывать большие массивы. Ну и, конечно же, они все время говорят о том, что нужно помнить о причинно-следственных связях. Значит, вообще причинно-следственные связи – это одна, наверное, из основных, один из основных подходов, который позволяет понимать, что происходит вокруг вас и которым мы чаще всего пренебрегаем. Искажение причинно-следственных связей – одна из самых крутых иллюстраций. Это новости, которые мы потребляем с экранов телевизоров или там в Ютубе, на новостных сайтах и так дальше. Мы не всегда за уже финальной какой-то новостью видим, а какая же была причинно-следственная связь. Очень часто причинно-следственные связи проявляются в бизнесе, когда мы не понимаем, почему что-то пошло не так и виним в этом конкурентов или недостаточно наши какие-то усилия. А вот как раз Джонс говорит – создавайте диаграммы для понимания сути проблемы. Потому что взаимосвязь между событиями бывает прямая с четным количеством факторов, и она очень понятна, а бывает взаимосвязь обратная. И вот визуальное отображение причинно-следственных связей, оно как раз позволяет разобраться, как видит проблему каждый из членов вашей группы, как видите проблему вы, и, ну, как видит проблему каждый из членов группы, если над решением работает какой-то коллектив. Но самое важное, разбивая… Это, в общем, такой индуктивный метод, когда вы идете от общего к частному, вы можете определить альтернативные варианты с помощью матрицы или дерева сценариев, что же, как вам решать сложившуюся ситуацию или проблему. В общем, самое главное, что вам важно понять в этом факте, это то, что причинно-следственные связи, правильно определенные, это и есть путь к решению вашей проблемы и путь к пониманию того, как вы оказались в этой ситуации. То есть, что было причиной и что стало следствием. Очень часто это достаточно сложно сделать. Ну, и помните, что при разборе проблемы на причинно-следственные связи у каждого аспекта есть определенная позиция и определенный вес. Ну, то есть, грубо говоря, когда вы… Вот один из примеров про рестораны, когда вы выбираете ресторан, в который вы должны пойти, вы составляете так называемую матрицу выбора, где расписываете, какие факторы похода в ресторан, для вас являются основополагающими. Это или вкусная еда, или неплохое вино, или, возможно, атмосфера, развлечения, которые есть в этом ресторане, будет ли там живая музыка. И дальше у каждого из этих факторов есть определенный вес и определенная позиция. То есть, вес определяет ваше отношение к этому аспекту, а позиция определяет возможность вообще. Есть ли в вашем городе ресторан, в котором там подают лобстеров, или вам за ними нужно будет ехать в соседний город. Есть ли ресторан, в котором играет живая музыка в стиле джаз, или нет, и так дальше. И вот это вот ранжирование, оно позволяет вам максимально четко, ясно и понятно увидеть дальше по коэффициентам и по общему баллу, а какой же ресторан по тем весам, которые вы распределили, то, чего вы хотите от него получить, соответствует максимально вашему походу. Ну, то есть, это получается, вот опять же, как мы говорили в начале, максимально рациональный, скрупулезный подход к принятию решения. Не эмоциональный, а давай вечером сегодня пойдем там в ближайший ресторан, потому что он ближайший, а вот абсолютно четко понять, чего тебе хочется на самом деле, взвесить и пойти именно в тот ресторан, из которого вы выйдете максимально удовлетворенным. Пример с рестораном, он очень, не очень хороший, потому что он как раз на эмоциональном таком поле принимается. А вот если нужно принять какое-то решение, связанное с производством, с вашим бизнесом, с дальнейшим выбором каким-то глобальным, который определяет ваши поступки и достижения в ближайшие полгода-год, вот такой подход может быть как раз неплохим. И ранжирование, оно бывает всего трех видов. Оно бывает инстинктивное, это вот подсознательное эмоциональное определение факторов, оно бывает парное, когда вы каждый вариант сравниваете и придаете ему вес за и против, и взвешенное. Это так называемое парное ранжирование, но по определенным критериям. В результате ранжирования вы проверяете гипотезы, потому что факты могут объясняться по-разному, и там, кстати, есть пример о гипотезе про НЛО, когда каждый адаптирует доказательства под собственную теорию и хочет видеть там то, что подчеркивает его правоту и правоту его теории. Но при этом Джонс говорит, что анализировать гипотезы нужно по количеству несоответствующих, по количеству несоответствующих, а не подходящих факторов. То есть мы, как правило, анализируем подходящие факторы и анализируем стороны за, анализируем то, что, в общем, нас из теплой ваны не выпускает, то, что подчеркивает нашу правоту, подчеркивает правоту наших гипотез и так дальше. Он говорит, что наоборот, проверка гипотез как раз должна строиться на несоответствующих факторах, которые максимально разрушают вашу эту гипотезу и работать нужно с ними. Вариант, который меньше всего противоречит вот таким несоответствующим фактам, он и будет, как правило, наивысшим в рейтинге и его нужно принимать. Используйте прием адвокат дьявола, когда вы рассматриваете альтернативные противоположные принятому решению варианты и если у вас есть там отдельный человек или вы можете занимать эту позицию вот того самого адвоката дьявола, вы должны собрать все факты, оставшиеся без внимания, потому что именно они, как правило, и будут иметь наибольший вес в процессе принятия решения. И этот способ стараются не применять в повседневной жизни, потому что он подразумевает жесткую конфронтацию с оппонентом, это, в общем-то, ну такое доведение до состояния абсурда. А что если вопросы и, собственно, для поиска оптимального решения в какой-то группе этот прием незаменим или для поиска решения с большим количеством неизвестных и от которого зависит жизнь, ну там условное состояние большого количества людей. То есть, если вы с супругой решаете, что приготовить на ужин, то прием адвоката дьявола не очень уместен. А если вы пытаетесь наладить, не знаю, производство носков, то вопрос, а что если должен касаться и поставщиков, и сырья, и ценообразования, и конкурентов в виде китайцев, которые выйдут на этот рынок через там ближайшие три недели после вас и так дальше, дальше, дальше. В общем, а что если максимально жесткое количество неудобных, максимально большое количество жестких и неудобных вопросов, которые позволят вам проработать все сценарии и оценить вероятность. Оценка вероятности это один из основных вообще подходов в таком системном структурном анализе. Это так называемая тезаурсная ошибка. Значит, слова, которые выражают вероятность, ну слова там, например, вероятно, возможно, мы все оцениваем субъективно. Когда вы говорите, возможно, я сделаю это, вы вкладываете в эти слова там содержание такое. Разобьюсь в лепешку, все, что от меня зависит, сделаю, но результат гарантировать не могу. А кто-то, когда говорит, возможно, я это сделаю, подразумевает, что он даже с кровати не встанет. И вы должны понять по его интонации, что, возможно, если бы он собирался что-то делать, он бы не говорил, возможно, он бы сказал, точно сделаю. И поэтому человеческий разум вот в таких категориях, он не в силах объяснить вероятность наступления событий. Поэтому вам не стоит слишком доверять вот этому субъективному какому-то восприятию и собственным предположениям. Старайтесь максимально конкретизировать наступление события и оценку вероятности. И Джонс нам прямо об этом говорит. Для того, чтобы ваш анализ был объективным, избегайте оценки, выражающие вероятность в категориях неисчисляемых. А каждое ваше предположение, оно как раз должно исчисляться количественно и подкрепляться фактами. Ну, тут все понятно. Вот, возможно, я сделаю, это не количественный подход, а вот вероятность 90%, что я закрою эту задачу сегодня, это как раз он и есть. И Джонс советует вам создавать дерево вероятности, потому что оно помогает определить наиболее реальные и важные сценарии как раз вот в этом числовом измерении. Ну и полезность. Полезностью автор называет преимущества, которые кто-то получит в результате принятия решения, то есть вот те самые заинтересованные стороны, про которые очень много говорится в разной нонфикшн литературе. В общем, вы анализируете варианты методом составления рейтинга и рассматриваете последствия. Ваша главная задача разграничить полезность и вероятность, перевести их в числовые значения и понять, кто при этом пострадает или будет принимать участие. Все, кто принимает участие, это и есть заинтересованные стороны, и вы должны понимать их мотивацию. Вот на стыке вот этих всех вещей, структурирование, количественные показатели, заинтересованные стороны как раз и формируется финальное принятие решений. Такие быстрые 10 фактов из книги Моргана Джонса «Решение проблем по методикам спецслужб. 14 мощных инструментов. 3 задачи из книги». Если вы слушаете подкаст не первый раз, то наверняка знаете, что вместе с 10 фактами я, как правило, из любой книги записываю 3 задачи. Факты – это что-то интересное, полезное, за что зацепилось внимание, а задачи – это какие-то конкретные задачи мне, которые нужно пойти и сделать после прочтения этой книги, для того, чтобы получить из каждой книги максимум полезности. Задачи и факты можно записывать где угодно, но нужно записывать для того, чтобы мозг получал этот сигнал. Лучше всего это делать в букноте. Букнот – это блокнот для осознанного чтения, который мы придумали в «Читай быстро». В общем, больше про него можете почитать по ссылке «буква.info.com». И в этом случае у меня не получилось, в общем-то, сформулировать полноценные 3 задачи. Я выписал себе после этой книги посмотреть, какие задачи были сформированы после книги Млодинова «Эластичность». Все еще описание, ссылка на нее в описании находится, и посмотреть, все ли я достаточно хорошо там сделал, можно ли что-то улучшить. Все еще продолжаю настаивать на том, что если вы уже прочитали «Эластичность Млодинова», то у Моргана Джонса с его методиками спецслужб скорее всего ничего нового. Ну, там единственное, что практические вот эти приемы с заполнением таблиц, возможно, вас вдохновят на принятие каких-то решений или вдохновят на создание таких таблиц в вашем бизнесе, и вы будете этим заниматься дальше системно. Все. Проект «Читай быстро. Буква.инфо». Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, напишите комментарий про методики спецслужб, и, в общем-то, приходите к нам еще на сайт измерять вашу скорость и осознанное чтение. Буква.инфо.рапид. Читайте текст, отвечайте на вопрос, получайте сертификат. Больше про букноты, блокнот для осознанного чтения, про рабочие тетради, про смарт-конспекты, про софт-скиллы и всякое вот это вот такое у нас на сайте буква.инфо.блог. Добавляйте обязательно в закладки. И в Инстаграме тоже давайте дружить. Мы там очень редко, но все же иногда выкладываем фотки и разыгрываем книги. Август подходит к концу. Не знаю, успеем ли мы с вами увидеться еще в августе или встретимся уже весной, ой, осенью. Надеюсь, что конец этого лета вы проведете с хорошей книгой где-нибудь недалеко от большой воды. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.